приветствуем наших подписчиков и гостей канала эзотерика для тебя друзья мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке сегодня в этом видео друзья мы уделим внимание народным приметам на 4 января в этом видео поговорим о церковном календаре делим внимание народному календаря тоже поговорим о том что можно и чего категорически нельзя делать 4 января давайте далее друзья все более подробно в этом видео итак 4 января православная церковь подсчитает память анастасии это христианская великомученица которая приняла мученическую смерть в 304 году в сермиуме во время гонения на христиан при императоре диоклетиане достоверных исторических сведений о жизни анастасии сохранилась достаточно мало но согласно житию родилась она в конце третьего века в знатной семье ее мать была тайной христианкой и воспитала дочь в христианской вере девушка в тайне посещала узников христиан которые находились в римских темницах и учителем был святой хрисагон после его казни анастасия стала странствовать с целью помогать христианам которые подверглись суровым гонениям по тем временам через грецию она дошла до македонии где была схвачена и после долгих мучений сожжена на костре у восточных славян святая считается покровительницей невинно осужденных людей и беременных ей было принято молиться во время родов а также просить о здоровье и о благополучии детей также обращаем друзья ваше внимание что у нас с вами продолжается рождественский пост но и в то же время мы с вами уже потихоньку готовимся к рождеству не забывайте убирать в доме под продумать о меню на рождественский сочельник и на само рождество подумайте о том кого вы хотите пригласить возможно продумать от а подарках не обязательно дорогих возможно какие-то символические но которые будут приятны вашим близким и родным людям а вот в народном календаре 4 января назвали этот день как день анастасии настасьен день анастасия узорешительница святая анастасия широко почиталась на руси как помощницы беременным и как целительница среди святых жен по степени почитания она занимает второе место после параскевы святую анастасию считали не только покровительницей заключенных но и беременных поэтому будущие матери 4 января шили обязательно полотенца обереги для предстоящих родов после на этих полотенцах обучали своих дочерей шитью поэтому это полотно еще назвали как родовой рушник в день анастасии мама или свекрови беременных женщин готовили для них специальную кашу без масла которая считала что именно она оградит от любых болезней и выкидыша в народе существовала традиция дарить именно в этот день 4 января подарки стариками и старшим родственникам таким образом славили свой род и прародителей особое внимание уделяли мамам им дарили полотенца на котором красной ниткой были вышиты розы которые символизировали нескончаемую любовь между матерью и детьми в некоторых селениях анастасию называли черной святой поскольку она приходила к заключенным которые часто находились в тяжелых условиях и умирали в муках по этой причине хозяйки сегодня не выполняли никакой черной работы так как была народная примета что иначе дом потемнеет и кто-то умрет в нем в этот праздник обязательно нужно было сходить церковь и попросить помощи у святой в рождении здорового малыша а также постараться попросить помощи в защите своего рода от любых арестов в день 4 января крестьяне резали свиней для рождественского стола дело в том что наши предки уже начинали с этого дня с 4 января готовили еду к празднику и очень популярная была свиная колбаса да и сейчас все без свиной колбасы никуда вы знаете что это достаточно долгий процесс в приготовлении свиной домашней колбасы а вот замужние женщины и девушки на выданье вышивали 4 января особые рушники в целом же полотенца у предков были атрибутом не только повседневной жизни но и частью обрядов их использовать для украшения домов и дарили друг другу расшитое полотенце носит название рушник а орнамент на нем несет себе тайный смысл предмет этот был рядом с человеком самого рождения и использовал использовался при совершении множества ритуалов считалось что именно они могут быть надежными оберегами и помочь легче родить ребенка а также сохранить здоровье матери таким полотенцем бабка повитуха впоследствии вытирала пот со лба рожающей женщиной и произносили определенные магические слова которые помогали облегчать боль и страдания также в этот день наши предки уделяли особое внимание народным приметам связанных с погодой потому что для наших предков было очень важно знать и понимать когда начнется весна к какой будет весна лето и конечно же осень и будет ли в следующем году хороший ли урожай поэтому по погоде на анастасию смотрели каким будет октябрь если морозно морозно и солнечно за окном то месяц будет теплым не погода или слягать холодному и дождливому октябрю если женщина рожала в этот день 4 января то согласно народным поверьям роды пройдут легко а малыш родится крепким и здоровым ну а чтобы облегчить родовой процесс было принято развязывать все узлы на одежде беременной и расплетать ей косы также обращаем ваше внимание что до сих пор в роддомах некоторых сохранилась именно эта традиция также беременных в этот день кормили каши с целью предотвратить выкидыш если на крыше в этот день много сосулек тот говорит о том что год будет достаточно урожайным облака против ветра плывут ожидается снегопад если в речке воды стало меньше то улов рыбы будут в этом году плохой еще это знак что лето будет засушливым также в этот день 4 января наши предки обязательно читали определенные магические слова которые оберегали от тюремного заключения и мы вам рекомендуем провести в этот день обряд от тюрьмы и тюремного заключения поэтому 4 января возьмите свежее куриное яйцо и заверните его в белую ткань далее отнесите к мосту проходящему через водоем так чтобы никто не видел и не знал цели ухода встать на его середину и кинуть яйцо нужно в реку сказав при этом следующие магические слова воду кидаю все беды от семьи своей отгоняю мост тут будет стоять заключенным в нашем роду не бывать аминь уйти далее а не оглядываясь и не волнуясь если яйцо просто разбилась об лед дома прочитать переступив порог 9 раз обязательно молитву отче наш а вот человек рожденный 4 января по знаку зодиака козерог как правило эти люди обладают острым умом и редкой проницательностью однако часто они лишены высоких моральных принципов они не любят пустых разговора и предпочитают проводить время в одиночестве давая возможность мозгу отдохнуть именинники этого дня 4 января смогут принести славу своему дому в качестве талисмана им подходит яшма но а тем кто постоянно преследует неудачи следует приобрести кулон изображающий астрологический символ планеты венеры и снимать его лишь в исключительных случаях такой амулет не только привлечет к вам удачу но и поможет справиться со многими неприятностями людям в эту дату рожденным в эту дату стоит носить талисман изготовлены из яшмы этот камень может стать прекрасным оберегом которые будут защищать своего обладателя от злых сил но а сны которые приснятся в ночь на 5 января могут быть вещами они могут также рассказать о вашем истинном предназначении или как вариант содержать информацию которая поможет решить важный вопрос на его передайте поговорим друзья о том что же можно было делать 4 января по народным приметам в этот день всем беременным советуем молиться святой анастасии о легких родах и здоровье будущего ребенка поэтому как вариант можете пойти в церковь заказать 40 у за здравие и конечно же помолиться у иконы святой анастасии женщинам чьи мужья отцы брать отбывают наказание в тюрьмах или в колониях следует утром отправиться к целителям или к знахарям стоит попросить их прочитать определенные слова против гибели в местах лишения свободы также в этот день уже старались готовиться к рождеству поэтому подумайте о том что вам нужно сделать для того чтобы встретить рождество ярко и весело переводить поговорим о том чего же нельзя было делать знаете самое главное народная примета что нельзя делать 4 января настасьин день это рассказывать о своем сроке беременности дело в том что настасья была покровительницей беременных она берегала их в утробе от всех бед и несчастье в том числе и от злого взгляда и поступка но при условии что будущая мать будет хранить в тайне все происходящее с ней и с малышом поэтому если беременная в настасьин день разоткровенничается то святая может разозлиться и перестать помогать и что грозит преждевременными родами или же потерей ребенка и поэтому все таки постарайтесь никому не рассказывать о своем сроке беременности все таки это тайна за семью печатями потому что ребенок а это все таки это дар данный свыше также нельзя женщинам 4 января в положении есть мясо кто слушается считается что может сильно заболеть беременным рекомендовалось в этот день заменить мясо на кашу тогда считалось что и сама здорово будет и малыш крепкий в срок родиться если женщина рожала в день настасье то родным запрещалось пить красные напитки это мог быть компот вино жидкий красный кисель так как роженица могла потерять много крови нельзя в настасьин день 4 января было и ходить босиком ослушавшемуся ему этот запрет грозит потери всего нажитого и он никогда не сможет выбраться из нищеты также в этот день 4 января было запрещено прокалывать уши во первых они будут длительное время заживать а во вторых после может голова достаточно сильно болеть также был запрет для женщин на сносях на шитье если же будущая мать ослушается и возьмет в руки нитку с иголка 4 января то ее может малыш в пуповине запутаться также на настасью было принято почитать свой рот соответственно кто это не сделает станет обижать предков свои огрубить сегодня бабушкам и дедушкам значит оберечь себя на одинокую старость запрещается в этот день и бить животных обидчик животинки в будущем может ногу поломать или же него будут постоянно ныть суставы нельзя в этот день и вязать иначе наши предки говорили что может кто-то из родственников попасть в тюрьму а вот женщинам в этот день запрещала сделать по хозяйству черную работу иначе может дом почернеть то есть придет в семью смерть считалось что что у наших предков сегодня видятся плохие сны поэтому перед тем как ложиться спать нельзя было есть и пить верили что голодному сну и в ночь на 4 января не снятся но если вам приснилось что-то плохое то постарайтесь не рассказывать их до 12 часов дня и обязательно скажите куда ночь туда и сон таким образом сон не то что не сбоются вы вообще о нем просто навсего забудете также в этот день нужно ввести размеренный образ жизни стараться не ругаться не конфликтовать не сквернословить потому что это ничего хорошему просто навсего не приведет все-таки друзья у нас сами рождественский пост да и дни новогодние они праздничные и хочется пожелать чтобы у каждого в доме было изобилие достаток было благополучие было радость а также все мыслимые и немыслимые блага вы знаете о том что что желаешь другим то и получаешь взамен друзья прямо сейчас комментарии к этому видео напишите следующую фразу и пусть вселенная обязательно активирует и приумножит это я привлекаю деньги свою жизнь истина да будет так обязательно напишите эти слова в комментарии и вселенная обязательно вам поможет в материализации этих мыслимых друзья и немыслимых благ с вами как всегда был канал зато река для тебя друзья обязательно подписывайтесь на наш канал обязательно ставьте лайк этому видео обязательно поделитесь этим видео с теми кого вы любите кого вы цените кому вы желаете мира любви и гармонии